Одну неделю, все это время я была дома одна, в одну ночь я сидела у камина и читала одну интересную книгу, а за окном было очень темно. Вдруг на мой сотовый телефон я не могла понять, кто это может быть? Родители обычно в такое время не звонят, а друзья тем более. И все же, что нужно этому человеку? А может это и не человек вообще? Алло? Пожалуйста, выслушайте меня. Через три дня я все равно уру. Ой, конечно, знаете таких шутников? Вам совсем заняться нечем. Есть же такие люди, звонят почти в полночь. Ладно, почитаю еще немного, а потом пойду спать. Но тут опять позвонили. Алло! На этот раз из телефона начали издаваться какие-то. И ку-ку действительно нужна помощь. Прошу вас. Хорошо, я слушаю. Я бросила трубку, потому что думала, что кто-то шутит. А потом посмотрел его входящий. Мы разговаривали пять минут. Длился не больше, чем двадцать секунд. Позвонили снова. И опять предложили купить желанное за ценное. Но думаю, сейчас я с тобой пошучу. Да, конечно, хочу, сказала я. Тогда проси, что хочешь. Мне бы не помешало новое платье. Как скажешь. Через три дня ты заплатишь. Интересно. Но вы даже не спросили адрес доставки. Желанное за ценное. Платье за душу. Трубку положили. Я думаю, ну давай, давай. И легла спать. Утром в дверь позвонили. Напал, завернула. Это было платье. С этого дня в моем доме начали... На следующее утро я очнулась, привязанная к кровати. Желанное за ценное. Я пришел. Но ты должна рассказать об этом кому-нибудь. Иначе твои близкие умрут. А ты будешь умирать. Долго и мучительно. Даже сейчас это существо держит трубку у моего уха. После того, как я все это рассказала... Оно... Прости. Пришел час. Расплаты. Приснится же такое. Хочешь купить желанное... Простяки. Пальцент. Простяки. Продолжение следует...